Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы с вами продолжаем наш веселый курс по СУБД. Надеюсь, что вам тоже весело, как и мне. И перед тем, как начать говорить про язык SQL, мы с вами поговорим про некие простенькие основы реализационной алгебры. Был вопрос о том, какая примерно логика курса. Примерно логика курса у нас будет с вами следующей. Мы говорим про основы реализационной алгебры, потом мы говорим, что можем поговорить про язык SQL без привязки к какому-то СУБД. После чего мы с вами начинаем знакомиться с СУБД МССКОЕЛЬ, наверное, версии экспресс. После чего мы с вами начинаем знакомиться с СУБД МСКОЕЛЬ, с какими-то особенностями. Может, по-нечем тем же. После чего постараюсь познакомить вас с СУБД ПАСТГРА ИСКОЕЛЬ. Это очень актуально СУБД в связи с тем, что оно бесплатно для 1С. Это очень-очень важно. И, как я уже говорил, не обещаю, но постараюсь, потому что, к сожалению, я пока не нашел никаких обучающих материалов, а сам я не работал с этим СУБД. Это бесплатная версия Oracle. Не знаю, какие там ограничители. Может быть, она вообще там неработоспособная. В нее одну строчку можно записать. Не хочу вперед забегать. Не знаю. Релационная алгебра. Операторы, на самом деле, реализованы в языках запроса. Это мы можем с вами пока сказать. Давайте начнем. Алгебра, строго говоря, вообще состоит из набора операторов, применяемых к атомарным операндам. Например, в алгебре арифметика атомарные операнды представляют свои переменные вида х и константы, подобные 20. А операторы служат обычным реалиметическим оператором сложения, вычитания, умножения и делений. Любая алгебра позволяет создавать выражения путем применения операторов к операндам или к каким-то другим выражениям, допустимым в контексте этой алгебры. Для группировки операторов и операандов обычно применяются круглые скобки. Ну, собственно, я думаю, ничего нового в этом нет. Релационный алгебр – это просто еще одна частная разновидность алгебр. В ней придерживаются следующих видов атомарных операторов. Переменные, обозначающие отношения, константы, являющие конечными отношениями. Как мы ранее с вами уже говорили, в классической лицоногвере все операанты, результаты вычисления выражений являются множествами. Операция лицоногвера относится к четырем классам, которые мы сейчас с вами и рассмотрим. Обычные операции над множествами. Объединение. Давайте, наверное, потихонечку начнем писать. Операции над множествами. Да, сразу скажу, почему мы все-таки рассматриваем лицоногвера. Потому что непонятно потом, когда мы открываем язык из кое, зачем, чего, откуда это все берется. Потому что когда мы с вами на питоне 1С перемножаем какие-то цифры, никто не спрашивает, что такое умножение. Вот. А здесь у нас все немножко печальнее. Операции над множествами. Ну, давайте по порядку. Обычные операции. Объединение. Пересечение. Все эти операции применяются к отношению. Давайте напишем, что это обычные. Так, дальше у нас операции удаления частей отношений. Операция выбора, которая приводит к отбрасыванию некоторых кортежей. И операция проекции, которая устраняет атрибуты. То есть у нас выбор и проекция. Следующая операция – сочетание кортежей двух отношений. Ну, операция Декартового произведения позволяет совместить пределы кортежей итогового отношения все возможные комбинации. Все возможные комбинации кортежей двух исходных, собственно, отношений. Давайте запишем, что это операция сочетания. Сочетание кортежей. Операция переименования атрибутов или отношений целиком. Ну, собственно, не влияет на содержимое отношения, но изменяет ее схему. Переименование. Ну, тут у нас везде одно переименование. Переименование. Выражение революционной алгебры принято называть запросами. Ну, теорию множеств сейчас рассматривать я, честно говоря, большого смысла не вижу. Некие общие мы с вами ввели. Если все-таки будет курс по математике, а такой курс какой-то дальний в перспективе, абсолютно теоретически он предполагается, мы это с вами рассмотрим на много раз подробнее. Там вот у нас и операции, и все дела. Потому что пытаться сейчас вам рассказать это все с середины, но смысла большого, честно говоря, нет. Поэтому, наверное, мы ограничимся вот этим самым простым блоком. И на следующем уже занятии начнем с вами говорить про язык SQL. Потому что, собственно, запросы, естественно, не будут описываться как-то там... Сложно они описываются средствами языка, которые называются действительно SQL. Это структуры query language. язык структурированных запросов. По-всякому произносится аббревиатура. И SQL, и SQL. Но у меня привык к SQL. Он, на самом деле, более правильно является SQL. Подножество SQL, поддерживающие функции определения запросов, по своей возможности очень близко корреляционного отбора с дополнительными операторами. Помимо того, SQL предлагает инструменты, позволяющие заменять содержимое баз данных. Например, добавлять новый кортеж, удалять существующие и определять ее схему. То есть SQL таким образом способен выполнять функции как языка управления данными, так и языка определения данными. А также обеспечивает стандартное представление многих других команд управления базами данных. На этом мы с вами пока включаем паузу. Единственное, наверное, мы все-таки уже на следующем занятии, для того, чтобы закончить теоретические все дела, начнем работать в базе данных. Наверное, в MS SQL, скорее всего. Либо в MS SQL. Пока не определятся. Пока в этом курсе у нас будет небольшая пауза. Я вернусь к записи видео по бизнес-кейсу. И также расскажу вам в отдельном видео некую структуру проекта. Часто абсолютно вопрос, как я вижу роли на проекте. Как я вижу роли, кто должен участвовать на проекте, как участвовать, что делать, зачем делать. Почему-то мне кажется, что это видео будет очень полезным, потому что постоянно возникает какая-то дикая путаница, из-за которой кроме проблем ничего больше нет. Итак, спасибо за внимание. До свидания.